Доброе утро, коллеги. Я предлагаю начать нашу работу. Видимо, вчерашняя культурная программа прошла хорошо, судя по всему. Я надеюсь. В общем-то, ждем, собственно, некоторых результатов. В общем, у нас сегодня день по теме, что мешает развитию необходимых ресурсов развития. Есть ли у кого-то комментарии или вопросы, или предложения, как нам организовать сегодняшнюю работу? Прошу вас. У меня такое. У меня с утра ощущение полной остановки было, полной остановки на игре. А потом как-то так начал я проговаривать, и в коммуникации так себе как-то проговаривать, и вроде что-то забрежало. И потом я изложу кратко, что пришло в голову. То есть мне кажется, что надо просто спокойно работать по теме дня. Вот тема дня, значит, что мешает развитию, точка ресурса развития. Дело в том, что чтобы ответить на первый вопрос, что мешает развитию, ровно состоит из трех слов. Что мешает и развитию. Вот логика может быть, ответа разная. Мне кажется, естественная логика такая, что начать отвечать, начать снова перепонимать, что такое развитие. Потому что в зависимости от ответа на этот вопрос. Ну, если, конечно, есть в группах кризисное ощущение. Потому что, как я понял, вот, скажем, ощущение кризиса есть. Ну, вот, кроме того, группа образования личности вчера нам подкинула, значит, новое терминологическое сочетание. Кризисная ситуация. Никто не говорил. Говорили о вызове, говорили о проблемах, задачах. Никто не говорил о кризисной ситуации. Вот в эту кризисную ситуацию мне кажется, надо пойти только так осторожно, чтобы не споткнуться и не расшибиться. Вот, то есть, и у меня такое впечатление, такое мнение, что надо разойтись по группам и работать в группах спокойно. Не ходить больше по группам, не размазывать сопли по столу, понимаете? Надо взять платок, высморкаться и, значит, дальше свободно дышать. Вот, для этого, наоборот, сконцентрироваться в группах надо. С одной стороны, вот, группа образования личности, значит, вот, подкинула такой тематизм. Потом, с другой стороны, все-таки я не знаю, как это использовать, но группа Министерства развития, видимо, сама не понимает, чего она сделала. То есть, потрясающую схему дали. Значит, группа, схема двух вложенных циклов. Там четко цикл в цикле. Как уж это такое в голову пришло, я не знаю. Но схема, значит, очень динамичная и рабочая. Как-то с ней тоже, значит, можно попробовать поработать не только этой группе, а и другим. Почему? Я думаю, группа не будет против. Правильно, у нас тут, собственно, синетно-интеллектуальный продукт. Правильно, мы можем свободно брать и по-своему использовать. Вот, кратко так. Уважаемые коллеги, я тут сейчас отниму вас две минуты. А мысль-то, собственно, какая? Министерство развития энергетики, наша группа называется. А ведь развития-то нет, мы отмечаем сегодня неделю, да? То есть, нет пока Министерства развития энергетики. Ну и что предлагаем? Вот смотрите, у нас есть группа энергетика будущего. Мы вчера пришли, наверное, вместе с группой энергетика будущего к пониманию, что это предприятие, наши заводы. У нас есть группа технологическое лидерство. Это институты, разработчики. У нас должна была группа быть потребителей. У нас есть группа общественности. Было бы неплохо здесь добавить группу Министерства энергетики, создать нас с вами общественную организацию, которая будет называться Министерство развития энергетики. И вот это вот явно уже все приведет к тому, что мы все рисуем. И работать в этом ключе. Энергетика будущего показывает нам свой проект. Уш-ёш, там, Орел, Конотоходец. Они не знают, как его внедрить. Компании крупные отказываются, куда-то какие-то заявки дают. На одной нашей производственной площадке, а пусть это будет раз в Министерстве Свердловской области, это будет, наверное, секция, возможно, уже существующее, организованное русское инженерное общество, секция энергетика, например. Разработчики не знают, куда это институты здесь. А у нас как раз так и получается. У нас наша отрасль как бы так и собралась здесь. У нас здесь представители предприятий, студенты, общественности. И вот пожелание это такое. В таком ключе мы с вами можем работать, организовав, дадим импульсы, дадим мы развитие нашему региону, если мы создадим общественную организацию из всех наших групп на единой площадке, которая будет называться Министерством развития энергетики. Вот таким образом мы только его создадим, по-другому не видим. Мысль понятна вообще, нет? Аналогичное мнение там сформировалось пару дней назад. Я внутри не знал, какое будет содержание. То, что это должна быть общественная организация, вот такого плана у меня очень ложится. Так мы это все и делали. На самом деле, почему к этому только не пришли? Позачар собрали какой-то экспертный совет из всех наших групп. Вот это же уже общественная организация. Но вот в таком ключе, наверное, работать нужно будет. Те задачи, которые нам перед темой дня стоят, что нам нужно сделать? Но перед нами, видимо, стоит все-таки создание вот этого всего. То есть, да, это мы сейчас, наверное, намерения какие-то выдвигаем. Что готовы ли у нас предприятия, в лице там руководителей, институты, потребители, крупные, некрупные, мелкие, общественность, создать единую общественную организацию, в которой будут решаться все вопросы. И дом сможет дать какие-то предложения своим языком, какой дом ему нужен. И на этой площадке, и с этим составом это, наверное, решается. И предприятия смогут продвигать свои инновационные технологии. И Министерство энергетики задавать этому все тонкие, где оно одно не может никакого развития обеспечить. А вот в этом ключе, вот этой общественной организации, при сознании каждого члена этой общественной организации, мы сможем вместе, наверное, двинуть нашу энергетику. Есть ли, собственно, высказывания по этой идее? Ну, собственно, лично мне, конечно, кажется, что это оно как бы очень круто. То есть, мне кажется, группа идет семимильными шагами. Семимильными шагами, значит, и вот, в общем, у меня ощущение, что эта схема жизнеспособна. И она может быть здесь опробована и субсорилизована. У меня такое ощущение. Так, да, прошу. Ну, вот, конечно, интересная идея. Тем более мы на протяжении игры все слышим, что общественные организации как бы это силы, они все смогут. Вот. Вот, может, и действительно смогут. Вот. Ну, вот, конечно, как бы, вот как это вообще возможно? То есть, не знаю. Ну, вот это же как бы, вот смотрим в программку. Мне кажется, это ответ на вторую половину темы. То есть, необходимый ресурс развития. То есть, предложена, значит, некоторая организационная модель. То есть, значит, есть у игры некоторый организационный ресурс, который позволит как-то работать с содержанием. Вопросов нет. Но как бы при этом нужно сначала ответить. Если здесь запланирован какой-то шаг развития, то что мешает такому развитию? Если ничего не мешает, то туда как-то тема дня у нас распадается. А выдумывать с другой стороны тоже ничего. Я понял так, что вы предлагаете группам объединиться и работать вместе здесь, вот разойдясь отсюда, да? Нет, не обязательно. Нет, конечно. Сама идея просто, да? Это в принципе ведь общественный организационный… Нет, тут надо думать. Я же как бы вот идея решила, что это должно быть так. Потому что на самом деле мы начинали устраивать сначала и оттуда идти издалека, что министерство развития энергетики должна быть структура какая-то государственная, которая будет выстраивать свои коммуникационные связи со всеми. Потому что, ну, они ведь явно есть все эти связи. Есть запросы с разных сторон друг в друг, вклады из друга. Но какая-то нежеспособная схема получалась. Все нас что-то вот не могли мы никак до конца дойти, потому что, ну, либо теряла связь вот с другой половиной, а здесь это ведь абсолютно как бы нормальная рабочая схема. Причем она, я так понимаю, абсолютно может работать. Когда у нас в одном сообществе, да, в одной общественной организации будут представители всего, как может быть теснее коммуникационные связи, когда это будет в рамках одной какой-то общественной организации, связанной одним интересом, одной целью, и которая будет представить с тобой единые задачи, да, по инновационному развитию в том числе, наверное, или в первую очередь. Поэтому, как это сейчас все дело, как бы, да, принципиально создать на самом деле, то есть это как бы по большому счету ведь заявления о намерениях, наверное, больше, да, потому что же нужно еще вот эти все группы-то видеть друг с другом-то к общему интересу привести, чтобы создать эту общественную информацию, информацию, организацию. Но, мне кажется, самая действенная схема, которая бы работала, которая приводила, при, конечно, где у нас там определение, или какая организация личности была, да, когда, наверное, каждый поймет необходимость свое для развития страны, необходимость свое творить, творить, и что-то, и тогда вот этими общими всеми интересами и усилиями мы, наверное, сможем дать импульс. А больше, наверное, нет. Никакое создание никакого еще государственного института, наверное, этого не обеспечит дополнительного, хоть как мы его назовем. Да, ну вот то, о чем говорит Константин Филиппович, мне кажется, что вот сегодня такой организации нет. И, дескать, что-то очевидное, ну, видимо, есть какие-то преграды серьезные. Что этому мешает? И в этом смысле, вот, мне кажется, важно, чтобы группа на этом сконцентрировалась. Что сегодня мешает нам это сделать? Ну, и, само собой, найти, собственно, решение, как это может быть сделано, в общем, в нашей вот непростой действительности. Мешает, может быть, отсутствие инициативы какого-то организатора вот этой общественной организации. Мы же вчера говорили про лидер, про то, что сама по себе она ведь не рождается. Наверное, я думаю, что это первое основное. А административно, ну, думать надо себе. Ну, собственно, я думаю, что это лучше обсудить в группе. В группе, дескать, и сегодня вечером нам, вот, чтобы вынести уже ваши обдуманные, в общем, идеи на этот счет. Да, ну, и вот еще хотел сказать, вот, обращаясь уже к общественным организациям, вот, ну, собственно, первое интересное ваше отношение к этому делу, насколько вам это интересно, и какую свою роль вы видите вот в создании этого, если есть уже какое-то представление. Доброе утро, коллеги. Мысль-то хорошая. В принципе, в своих докладах мы также говорили о том, что зачем нужна общественная организация, да, то есть, если мы говорим про энергетику, то она, конечно, нужна для развития энергетики в целом, да. Вот данная схема, в принципе, наверное, полно отражает ту мысль. То есть, есть некие предприятия, научные институты, да, там, потребители, общество. Есть, скажем так, необходимые ресурсы, то есть, это все-таки ресурсы, да, если мы говорим, мы хотим развивать энергетику, то для этого развития на пустом месте, то есть, не может быть. Если вспомнить план Гойл-Ро, они тоже не на пустом месте все это делали, то есть, они поднимали какие-то архивы еще из инженеров царской России, да, то есть, ну, если верить фильму, который нам показывали. Ну, а так, в принципе, мысль-то хорошая, мысль хорошая. И что нужно, да, то есть, что мы, спросили, что мы готовы сделать, да, для того, чтобы… Ну, собственно, вот вопрос номер один. Вы, ну, в общем, как вы к этому относитесь? Я понял, что вы относитесь… Положительно. Да, положительно. А как, ну, то есть, вот в чем вы бы видели свою роль вашей группы сегодня в, вот, собственно, создании этой схемы? Ну, как минимум, в реальности. Как минимум в страве коммуникации, хотя, конечно, это можно самостоятельно каждая группа сделать. Но, тем не менее, то есть, смотрите, скажу сразу, то есть, из жизни, есть очень грамотные люди, да, то есть, инженеры, допустим, технари, но они не знают, как вообще организовываться подобные мероприятия. Например, вот форум, да, вот ваш. Да. Вы организовали форум. Ведь подобные мероприятия не все знают, как это сделать. То есть, ну, это реально, это факт. Никто не знает. Никто не знает. Нет, я говорю, не каждый знает. Абсолютно точно. И даже мы не всегда знаем. Ну, вот, роль общественной инхронизации, в принципе, так как есть уже опыт, да, то есть, мы можем, конечно, выстраивать систему вообще коммуникации, инициативы, скажем так, да, то есть, возможно, даже и координации каких-то усилий в какой-то ее части. Ну, вот, я это слышу. Мы сегодня утром вот за завтраком общались с главным конструктором нашего этого невероятного проекта Канадоход. И, в общем, обсуждали, ну, я сказать, идею, что, в общем, сегодня у нас в стране вот, ну, как сказать, много в жизни человека есть очень много лишнего, что он, ему приходится стоять в пробках, ему там приходится, значит, в общем, начаться искать, искать, собственно, деньги там, чтобы купить квартиру, там, это самое, это самое, холодильник и все остальное. А что, вот, возможно, вот, дескать, возможно ли в нашей стране, ну, как бы, другая стратегия, например, скажем, направленная на народосбережение, например, скажем, например. И, что вот, в общем, по мнению Вадима Александровича, что вот это, возможно, ну, дескать, в общем, что вот, ему это было бы очень интересно, если бы кто-то взялся за то, чтобы заберегать, собственно, наш народ. И он бы, вот, дескать, эту организацию бы стал поддерживать. Поддерживать, поддерживать стал бы ее. Ответ, да, возможно. Да, да, да. Ну, то есть, я к тому, что вот сила общественной организации, сила, вот, мне кажется, вот источник силы, где он в общественной организации? Мне кажется, что… Источник в инициативе. А далее сила в объединении и собственной компетенции каждого. Я бы, ну, я бы, так сказать, не спешил давать ответы. Мне кажется, что вот этот вопрос, он до сих пор нам, нами не вскрыт. Что мешает развитию общественной организации? Где вот, ну, то есть, очевидно, что она должна собрать силы, собрать силы, которые бесконечное количество. И, дескать, то, как она может их собрать, ну, то есть, сила же в обществе, вот в этих людях, которые… Но этим людям, как правило, ничего не надо, и они не готовы, скажем, жертвовать чем-то там, так далее. Вот как общественная организация может эту силу собрать, чтобы стать сильной? Мне кажется, вот этот вопрос, его никто, никакая другая группа не сможет, к сожалению, проработать. А если мы его не проработаем, то наша общественная организация может оказаться не жизнеспособной, к сожалению. при всем то, что схема будет правильная, схема, вот, дескать, я считаю, что схема это правильная, вот эта вот, она может сработать. Но как сделать так, чтобы она сработала по-настоящему? Вот у меня такой комментарий. Спасибо. Да, спасибо. Да, прошу. Попов Александр. У меня несколько мыслей на эту тему. Ну, значит, первое, что я также работаю в Центре по развитию партнерства с выпускниками Уральского федерального университета, и один из наших проектов – это ассоциация выпускников УПИУРГУРФУ. Вот. Ну, тоже мы такая общественная организация, и вот это вот мне, ну, понятно и близко. Мне кажется, это вот может быть как раз где-то вот сродни, условно говоря, ассоциации тех, кто заинтересован в развитии отрасли, ну и, так сказать, сочувствующих ей. Вот я не в отрасли, но я, допустим, включился в этот процесс. Мне интересно, я вот готов подключиться и партнериться как-то через ассоциацию. У нас есть выпускники, которые там, выпускники факультета Урал-Анина сейчас. Вот. Значит, первая мысль. Вторая мысль. Значит, действительно понять, а кто стейкхолдеры, ну или там интересанты, да, по более простому, вот этого всего процесса. Вот мы так обозначили, а вообще на самом деле вопрос непростой. Кто в этом заинтересован, ну и, так сказать, объединение как раз этих интересантов. Ну, с точки зрения ассоциации могу, например, сказать, что мы реализуем такие проекты, но они больше профориентационного плана. Например, траектория карьеры направлена на то, чтобы траектория карьеры для студентов и для школьников у нас есть. Вот для школьников я провожу. Значит, там мы встречаемся со школьниками, я приглашаю выпускников, там, ну, человек пять, например, которые чего-то достигли в жизни. И, ну, и они в том числе делятся своим опытом, делятся своими впечатлениями. И это могут быть, например, выпускники из отрасли, так сказать, которые могут там как-то помогать профориентации, если это, опять же, ценно. На мой взгляд, ценно. Вот. Ну и кроме этого мы организуем профориентационные маршруты на инопроме для школьников. То есть это непростая вещь, потому что там проблема привести их организованно на транспорте. Транспорт должен быть специальный, там должен быть маршрут ГАИ, ну, то есть там ряд сложностей. Вот. И мы организуем по нескольким маршрутам, в том числе в этом году проводили по, значит, как он назывался, там энергетика и энергоэффективность. Вот. Ну, там еще несколько других маршрутов есть, но вот этот, я думаю, самый по профилю. Вот. И я думаю, что группа могла бы поработать сегодня, например, в направлении, значит, понимания движущей силы, что, собственно говоря, какие аспекты личности могут вовлечь в деятельность этой ассоциации. Ну, и как лучше всего сделать, как вовлекать потенциальных интересантов. Вот. Спасибо. Спасибо большое. Ясно ли группам, что они сегодня должны в группе делать? Или это всем ли группам ясно? Скажем так. Да. Прошу. Наука развития. Ну, вот. Константин, у нас вчера был такой этот разговор с министерством, то есть по поводу, то есть, ну, не совсем понятно по целям каждой группы, самоопределению и прочему. То есть сегодня мы, точнее, вчера мы вопросы набросали некоторые и хотелось бы сегодня всем группам, ну, задать три вопроса, как бы всем одни и те же, чтобы, как бы уже определиться конкретно с тем, что каждая группа-то хочет. Вот. Собственно, очень важен вот этот вопрос. Очень важно, что у вас возник вопрос о самоопределении. Мне кажется, это очень важно. Я вам предлагаю эти вопросы задать сейчас себе. А причем и вот именно по поводу вот этой схемы. Как вы самоопределяетесь относительно этой схемы? Потому что сейчас все группы будут относительно нее, я так понимаю, самоопределяться. Вот, пожалуйста, вы можете ответить, как вы, ваша группа самоопределяется по поводу этого? Где у вас здесь ваше место? И, в общем, вы будете это делать или вы будете что-то свое делать? Своё очень важное, наверное. Ну, пока да, но я вот просто скажу, раз уж мы вчера договорились, я понимаю, что по этой схеме, но там скорее вопросы такие, что даже на понимание названия в какой-то степени группы. То есть, ну, вот возникает именно проблема в том, что, ну, вот с этими значениями слов, ну, то есть вопрос там так и звучит, есть примерно. С значениями слов вот этих вот, которые написаны, да, в названии группы, у всех какие-то ассоциации возникают, у всех разные. Надо бы как бы немножко их скорректировать. Я правильно понял, что наука хочет, ну, как бы изучить вот название групп, дескать, и про это, как бы думать про это. Я правильно понял? Ну, нет. Нет. Так. А что вы собираетесь делать? Давайте я вопросы задам, и может понятно станет. Так, собственно, вот я вас спрашиваю. Я подогнал у вас вопросы про самоопределение. Вы можете вначале самоопределиться по поводу этой схемы, чтобы вот это вот не как бы нам предлагать делать, а сделать это самим. Нет, почему? Мы себе эти вопросы тоже задаем. Вот, собственно, если можно, самоопределитесь по поводу этой схемы. Скажем, например, так, что эта схема очень хорошая, но мы ей заниматься не будем. Мы будем делать другое. Мы, собственно, будем у вас всех спрашивать, а как вы самоопределились, например. Какое ваше самоопределение? Так, сейчас. Ну, мы просто схему-то только увидели эту сегодня. Да, именно сегодня. Точно. Это понятно. Надо, я не спорю, надо подумать на этой схеме и прочее, но мы как бы, как сейчас скажем. Мне кажется, важно самоопределиться, а не подумать. Самоопределиться. Ладно, я не знаю тогда. Что с вопросами будем делать? Задавать, не задавать? Я не знаю. Мстерство тогда вопрос такой. Зачем нужны ваши вопросы? Я пытаюсь как бы донести то, что у нас вчера возник такой вопрос, к нам подошли и сказали, что вот мы до сих пор не понимаем, кто вообще, как себя каждая группа-то хотя бы примерно определяет. Как ваша группа себя определяет? Не только наша, вообще. Собственно, вот начните, пожалуйста, с себя. Так это нет. Понятно, что… С себя. Начните. Нет, так мы себе этот вопрос задаем. Вот. И, собственно, как вы на него отвечаете, если можно, вот на вот этой схеме, если можно? Как вы самоопределились? Нет, мы еще не ответили на него никак. То есть вы пока не самоопределились, но хотите другим задавать вопросы про их самоопределение. Я правильно понял? Правильно, отлично. Очень хорошо. Немножко неправильно вы нас понимаете, немножко не понимаете задачи, которые мы сейчас хотим вам преподнести. Мы сейчас хотим не для своего исследования, а вчера возникла проблема, что, например, Министерство развития хочет какие-то задачи дать для другой группы, но до сих пор до конца не понимает, что она может задать этой группе и что потребовать с нее, что может дать ей, потому что не понимает, чем эта группа занимается. Просто хотели задать вопросы, собраться после обеда, четко ответить, как понимать свою роль, функции и разойтись. Все, чтобы понимать, если нет, так нет. Вот. Я так понял, что вы нам говорите о важности самоопределения. Я правильно понял? Каждая группа, отлично. И, например, и вашей тоже. И вот было бы хорошо, мне кажется, если бы ваша группа занималась бы, ну, как бы, самоопределением вашей группы и нам бы его сказала. А потом уже, собственно, после этого уже можно и у других групп что-то про это спрашивать. Пожалуйста, сделайте вот эту работу. Она вроде такая простая, вроде бы. Да, прошу вас. Очень хорошо, что группа вот с этим вышла, потому что мне кажется, вот тематизм и логика не так проста, как кажется. Ведь получается как? Группа предлагает некоторый организационный ресурс применить, но для того, чтобы применить этот организационный ресурс, нужно же сначала ответить на вопрос темы дня, что мешает развитию. То есть, что мешает группе, скажем, науко развитие реализовывать свои какие-то цели там и так далее, свои основания. То есть сначала ответить себе, а потом уже понять в качестве какого, какого типа ресурса, для каких целей использовать вот это действие. Потому что вчера была инерция того дня. Сегодня как бы вроде, потому что если не работать по теме дня, то тогда надо или предлагать свою и отвечать на вопрос, как она связана с темой дня, или значит будет выпадение группы из игры. Если группа так решит, ну что, пожалуйста, она может пойти своим путем, но мне кажется, если сейчас покидать целое игры, вот целое пространство, которое сейчас здесь складывается, то это как-то, ну, мне, например, непонятно. Ну, вот, ну, в общем, вот я хотел бы сказать, ну, как сказать, игра идет быстро. Игра идет быстро. И то, что, собственно, было актуально, еще, собственно, то, что было актуально вчера вечером, сегодня утром, как вы видите, не актуально. Не актуально. И вот пока что то, что я от вас слышу. Ну, конечно, это вот, так сказать, вот все группы будут заниматься вот этим, а наукоразвитие заниматься отдельно, значит, вот здесь вот какими-то очень важными вопросами. Очень важными. Очень важными. Я бы вам, собственно, рекомендовал самоопределиться по отношению вот к этой схеме. Делать то, что вы хотите сделать другими, так сказать, на собственном примере. Спасибо. Вот еще хочется сказать, что вот в этой схеме почему-то вот перед тем, как Александра начать, не было науки развития. Как бы вот нету. Почему? Почему? Это, наверное, не потому, что Министерство развития энергетики не допетрило. Это, наверное, потому, что вы не допетрили. Или не сказали. Спасибо за комментарий. Есть ли еще комментарии? Ну, я бы только добавил, что действительно вот игра движется, особенно, так сказать, в таком тематизме, что мешает. То есть, что мешает, это как бы возникновение некоторого ступора. Вот. И все меняется очень быстро. То есть перед самоопределением оно может происходить очень быстро, потому что, ну, все уже тут сказано. Да. Есть ли еще комментарии? Всем группам ясно, что им сегодня делать. Я правильно понял? Отлично. Это отлично, да. Даже тем, кому не ясно, не ясно, кто не ясно. Да, прошу. Спасибо. Вот по поводу самоопределения группы, да, то есть еще на, сегодня у нас шестой уже день, да, на четвертом дне, значит, за круглым столом вот представители группы сказали, что у нас есть наука, да, да, то есть, ну, и образ нарисовали, суп там, значит, то, что варится. И то, что нужен заказчик определенно для… к чему стремиться в группе, да, то есть какие задачи нужно выполнять. То есть заказчик определяет тому, к чему нужно прийти. Так вот, конечно, мы тоже подумали об этом, да. И вчера я, в принципе, озвучивал, какие вопросы, над какими задачами можно было бы им поработать, да. То есть определенный заказ, я считаю, произошел. Да, точно. Но на сегодняшний день до сих пор группа, то есть, не самоопределилась. Да, да. И поддерживаю, значит, и Надежду, и Сергею в том, что все-таки не зря не упустили-то в этой схеме наук развития, то есть… Не случайно. Не случайно, да, спасибо. Да, прошу. Ну, нам вот вчера заказ, заказ, нам вчера заказ поступил от министерства вот на эти вопросы, как бы, вот мы их сегодня хотели представить, а почему-то сегодня уже министр, ну, не знаю. Ваш доклад вчера закончился правильной мыслью, что, дескать, ваш докладчик сказал, что вот он пока не самоопределился. И группа, дескать, тоже, в общем, пока… Я не говорю, что группа не самоопределилась, я говорю, что я в своей жизни конкретно я не самоопределился. По поводу заказа, мне кажется, вопрос написания программы по борьбе с алкоголизмом это вообще не к нам относится и нельзя говорить, что целью нашей группы сегодня это писать то, как лечить алкашей, бросить пить алкоголь. Это как бы не к нам точно. Все понял, понятно. И насчет самоопределения. Группа не может самоопределиться не потому, что вот мы не можем допетрить, что нам здесь делать, какая наша цель. Нет, потому что другие группы не могут допетрить. Понятно, понятно, конечно. Пока другие группы не самоопределятся, нам непонятно, как мы им можем помочь. Само собой, да, да, да. Вот у меня такая гипотеза, такое вбрасывание на тему ресурсов развития. Вот пока у нас рабочее определение развития, которое так легко, легко так, на зенку, на зенку так витает над игрой, это направленное качественное изменение. Вот мне кажется, сегодня добавилась еще одна ступень в это определение. Я бы так сказал. А эти направленности качественного изменения стали, значит, позиционироваться, то есть приобрели разнонаправленные движения. И то, что сейчас как бы группа наукоразвития встает в такую как бы возможную оппозицию, пока не оппозицию, а такое как бы контр-взаимодействие с пленумом и игрой, это, в общем, может быть на пользе, конечно, и игре, и группе, потому что группа входит в такую зону риска, так сказать, ее уговаривают к одному, она настаивает на своем. Ну посмотрим, вот сейчас у нас, так сказать, проблема, что мешает развитию группы наукоразвития, и мы, как сказать, с этим будем, конечно, определяться. Спасибо. Да, прошу, Сергей. А я хотел защиту группы сказать, потому что на самом деле игра идет быстро, и то, что было вчера вечером актуально, сегодня как бы уже в другом ключе должно быть актуально. И я хотел сказать, что те вопросы, которые мы вчера, они подготовили, они выходили с инициативой, и мы обсудили, как бы возможно, что в том числе толчок-то ведь и был для рождения вот этого в 3 часа ночи, поэтому как бы защиту группы хотелось бы сказать. Понятно, хорошо. Так, ну остальные группы самоопределились, я так понимаю, да, все нормально. Ну, энергетика будущего, ясно, чем будет заниматься, это уже понятно, как бы всем, я думаю. Да, значит, технологическое лидерство есть или еще не проснулось после вчерашнего? Есть, значит, отлично. Вот, собственно, интересно услышать ваше мнение. Вот, первое, насколько вам эта схема близка, а второе, что бы вы, ну, как вы видите свою роль? Касательно данной схемы абсолютно никаких возражений не видим. Отлично, понял. Касательно цели нашей группы из всего многообразия технологий мы приняли решение выбрать, поставили себе целью выбрать наиболее критическое и двигаться в данном направлении. Все, понятно, спасибо. Тут на этой схеме ведь нет не только группы наукоразвития, здесь нет еще образования личности, вот, поэтому это тоже, как бы, такая информация. Тут ведь дана, мне кажется, не столько схема, не столько схема, потому что назвать это, конечно, схема, идея дана, идея. То есть и нужно понятно, значит, как относиться к этой идее, разрабатывать ее, если соучаствовать, то в какой функции, в каком месте там и так далее, и так далее. Или предложить свою идею, потому что если есть некоторая идея, то от нее отмахнуться невозможно. Ее можно принимать, можно не принимать, можно критиковать, можно предлагать свою. Но если есть нечто уже заявленное, несущее смысл, отмахнуться от этого невозможно. Ну, про образование личности на самом деле Сергей говорил, другое дело, что ее, ну, как бы, непонятно, куда пока разместить, а опять же не случайно, опять же не случайно, вот-вот-вот, да. Ну, то есть, да, конечно, с этим я должен согласиться, да, точно, точно, да. Да, прошу. Коллеги, я вот не буду рисовать, но выскажу такую мысль. Вот мы вчера с Министерством развития энергетики, также группой, значит, рисовали немного другую схему, ну, принцип практически тот же, только как бы, как он в жизни, в реалии. То есть, там было, смотрите, идет сверху. Энергетика будущего, то есть, это некая компания, которая уже будет непосредственно внедрять какие-либо технологии, допустим, там, ну, то есть, роботов, не знаю, неважно. Потом снизу идет их технологическое лидерство, то есть, это научные исследователи, какие-то какие-либо институты. Значит, после них идет Министерство развития энергетики, то есть, та структура, которая дает импульс, некий заказ на реализацию, все остальное. И было нарисовано, была нарисована некая такая схема условная, скажем, ну, черточка такая, зона, не знаю. И вот после этой зоны были здесь и общественные организации, но они были, то есть, рядом с Министерством развития энергетики. Была группа ДОМ, была группа образования личности и все остальное. Ну, и науку развития мы потом, конечно, в конце пририсовали так же рядом. То есть, о чем говорится, что вот эта вся структура сверху, это исполнители были. То есть, Министерство развития энергетики, то есть, те, которые давали импульс. А все остальные вот здесь, это накопление определенного опыта, то есть, в том числе, если говорить об образовании личности или науку развития, то есть, это та структура, которая копит этот опыт, знания, да, отдает на реализацию образования личности, те обучают там, сям, как бы на всех этапах развития личности, там, в школах, там, в университетах, о чем вчера говорил. Ну, и, допустим, дом, там, общество формирует эти потребности и все остальное. Вот такая схема была. Я вот думал, может, Сергей еще нарисует ее. Хорошо, спасибо. Ну, вот я хотел прокомментировать насчет самоопределения группы технологическое лидерство. Вот какой может быть итог работы вашей группы на игре? Вот вы вчера перечислили разные технологии. Я сказал, что вот они есть, и мне кажется, очень интересный список, дайджест, что-то еще. Вот что никто на игре не может сделать, кроме вашей группы? Вот очень простой вопрос, да. Вот вчера долго и так интенсивно в некоторых группах обсуждалась тема создания высокопроизводительных рабочих мест, что, дескать, 25 миллионов. Для того, чтобы, в общем, это могло случиться в нашей стране, нужно, во-первых, чтобы они, ну, их, во-первых, надо, собственно, родить. Это, этим, собственно, эти вчера занимались, дескать, этот вопрос, в общем-то, я понял, и может иметь решение, да. А дальше нужно, чтобы вот эти вот люди стали бы супервысококвалифицированными. А как мы знаем, у нас закрылась инженерная школа, то есть, ну, что ее сворачивают, сворачивают, хотя вроде бы говорят, что не сворачивают, а наоборот развивают, но ведь, собственно, реальность-то такая, какая она есть. И вот как эти 25 миллионов человек станут супервысококвалифицированными, чтобы занять те супервысокопроизводительные рабочие места, про которые вчера говорилось. Вот в этом вопрос. То есть, собственно, как сделать так, чтобы технологии, которые там были записаны, чтобы они возникали бы, первое, а второе бы еще, ну, что особенно интересно, возникали бы в нашей стране. А меня, например, еще больше интересует, чтобы они возникали, например, в нашей области, в Средловской, или, например, в Уральском федеральном университете. Мне кажется, что он, ну, как бы, не, собственно, безнадежен. Не безнадежен. Вот, вот, и, дескать, вот этот вопрос, кроме вас, непонятно, кто еще может взять. Непонятно, кто. Собственно, как сделать так, чтобы русская инженерная школа, и вот там, я понимаю, из вашей группы, почти вся ваша группа записалась в Москву, на учреждение вот этого русского инженерного общества. вот, может быть, тут какой-то есть знак, что, возможно, в эту сторону нужно двинуться. Как сделать так, чтобы у нас в Средловской области, например, и в России в целом, это бы могло случаться? Вот, я бы так прокомментировал, если можно. Прошу. Вот, на мой взгляд, образование личности, оно как раз и будет происходить в тот момент, когда каждый будет самоопределяться по участию в этом процессе. То есть, первое, я самоопределяюсь участвовать, мне это важно, я в этом участвую. Второе, это же постоянная работа, это постоянно нужно инвестировать сюда время, отрываться. Но, пример такой приведу, вот, я правильно понимаю, что игротехники, которые здесь участвуют, они не получают зарплату? Нет. Для меня это круто, представляете? Они два месяца собирались там, два-три раза в неделю, чтобы обсудить, как это будет и все такое, да, выкристаллизовать все. Они сколько здесь времени тратят, ну, то есть, для меня это круто, представляете? То есть, если бы каждый нас только же инвестировал в это, это будет просто мегапроект. Они еще это самое, скидываются на этих самых, на этих самых студентов даже. Еще и донорами являются. Ну, круто. Вот, если бы каждый смог вот так же самоопределиться, просто потрясающе. Страна бы тогда рванула. Точно, точно. Вертикально вот так вот. Вертикально бы, ну, да. Спасибо. У меня еще, можно чуть-чуть? Вот небольшая, может быть, я не знаю, подсказка или что публично должен заявить группе наукоразвития. Вот, если бы те вопросы, которые группа подготовила, она смогла как бы сама, не выходя за пределы группы, ответить за другие группы. Ну, то есть, как она видит, как она видит эти группы, как она видит эти группы со своей точки зрения. Если бы она это предъявила, вот это был бы мощный ход. Тогда бы, значит, было ясно, или она никак не видит, и это видение вообще не коммуникативно, или завязалась бы коммуникация. То есть, у группы есть шанс мощным образом теперь, после этих вопросов, чтобы этот материал не пропал, включиться в угру. Ну, это такой изощренный способ, да, собственно. Амина, пожалуйста. Ну, вообще, отличный ход, но вот вы же сами говорите, с точки зрения группы. Так точка-то зрения, где она находится, там, там, там. Ну, вот я сомневаюсь, сначала все-таки нужно куда-то встать, чтобы смотреть, а то вы выбираете, выбираете. Ну, в общем, вот надо точку-то определить. Хорошо. Или, собственно, в процессе удаления, удаления, не сказать, и ухода в открытый космос, да, в этом процессе. Или неопределение, да. В общем, есть ли еще вопросы, коллеги? Или уж, может быть, не затягивать сегодня? Все должны самоопределиться. А ваша группа может этого избежать, так сказать, я понял. Я предлагаю, ну, как сказать, меньше семи кругов, да, там, как там, точнее, не больше семи кругов. В общем, всем спасибо, я предлагаю идти в группы тогда. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...